Добрый день, я рада вас приветствовать на своем канале. Меня зовут Лана, я живу в Кишиневе, я снимаю видео на тему ароматов, те, которые находятся именно у меня в коллекции на данный момент. Я не снимаю видео на ароматы, которых у меня нет, которые у меня были, либо которые я хочу приобрести. Я снимаю только актуальное наличие. Поехали! У нас сегодня великолепный крит, кармина, наконец-то, у чопотного крита появился довольно-таки, ну, я скажу, современный, да, современный и очаровательный такой женский фруктовый аромат с древесными такими полутонами. Это у нас новинка. Так, тут информационные бумажки об истории создания этого великолепного модного дома. Так можно сказать. Он, оказывается, очень давно появился и в прошлом веке, не в прошлом, в позапрошлом, в 1700 каком-то году он был официальным поставщиком парфюмерии в Королевский дом. Так что, если вы не знали, будете знать. Так, открываем у нас это кармина. Она не идет с людей, чтобы вы понимали, она идет вот так вот. Это у нас кармина. Так, давайте пройдемся по бач-кодам. Гравировочка здесь выбита на, не наклейка, а выбита на коробочке. Ф-001-386. Так, этим сюда мы поставим. Идем сюда. Лот. Ф-001-386. И поехали. Сдобрю себя так. Хорошо. Великолепный. Великолепный. Ох, давно я такое хотела услышать от Крида. Аромат воплощения женственности, в звучании его, очень модные, очень трендовые, очень невероятно сочные и неявные. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что я говорю. Потому что в комментариях я иногда получаю непонятные такие комментарии, как будто человек просто не слышал. Неявные ноты вишни. Она здесь спелая, она здесь черная, она здесь сочная, но она прозрачная, она акватическая. Это акватические ноты вишни. Они полупрозрачные, скажем так. Здесь также есть. Это все мы слышим со старта. То, что я вам сейчас говорю. Экзотический пряный шафран, он слышен. Ноты пикантного розового перца, они слышны, потому что они сразу, вот при первом распылении, они щекочут нос. Дальше поехали. Ну, я думаю, что цвет флакона идеально просто соответствует аромату. Аромат невероятно стойкий. Будьте внимательны с его нанесением. Максимум два распыления, максимум. И вы целый день в этом роскошном украшении. Этот аромат я советую на прохладное, на холодное время года. То бишь начинается с осени, не ранее даже осень. Потому что ранее осень у нас в Молдавии 30 градусов. Это не для этого времени. Нормальное, адекватное восприятие холодной прохлады, вот это для этого времени. Стартует аромат вкусная, сочная, вишня. Вернее, вишня в собственном соку, но не варенье, без сахара, чтобы вы понимали. Но не компотик это. Также слышны здесь варенье из розовых лепестков. Хорошо слышится с самого начала. Деликатный шафран, экзотический такой, прямо экзотическая такая пряность. Она слышится. Сердце у нас очень цветочное. Здесь великолепная бархатная роза с капельками росы, потому что она воспринимается влажно. Это не горячий аромат, он прохладный. Хотя я его советую, конечно, для холодного времени года. Потому что он красивая гурманика. Это очень красивая гурманика. В сердце у нас еще есть кашмиран, то бишь кашмировое дерево, пион, фиалка. Фиалка придает ноту пудрости чуть-чуть. А пион, кстати, придает ноту свежести и элегантности. Если вы вспомните, допустим, экс неила, а ин парадайз, там, в принципе, моно-пион, моноаромат. И аромат воспринимается очень влажным, прохладным, освежающим. Вот как раз эти все свойства получает аромат от наличия ноты пиона в сердце этого аромата. Он также воспринимается здесь. Пион вообще мне нравится. Пион, личи – это всегда красиво в парфюмерии. Дальше мы пойдем к базе. База имеет амброксан с белым мускусом, которые наделяют, одаривают очень красивую вот эту вот композицию мыльно-помадным таким звучанием. Вот мыло и помада, в принципе, за счет амброксана и белого мускуса. Также имеем здесь кашмиран, тот, который был и в сердце, потому что он здесь в базе тоже хорошо ощущается. Но он и в сердце ощущается, чтобы вы это понимали. Амбра. Имеем здесь драгоценную амбру. Кто знает, как она звучит, вы ее сразу вычлените из составляющих базы. Здесь еще в базе очень красиво вплетенные драгоценные смолы. Это мир и латан со своими такими магическими и мистическими оттенками. Так вот эта вот обогащенная, богатая база придает аромату невероятное очарование. Просто невероятное. Здесь в аромате красивое все. Как сам аромат, как флакошка. Ну, люблю Крида. Я люблю Крида. Ношу с удовольствием. И этот аромат я тоже буду носить. Это просто шедевральный аромат с нотой вишни и кашмирана. Конечно, кашмиран придает очень пушистость аромату. Если вы вспомните аромат, от кого это был? Это был Линари, но Табьянка. Вот это да. Там, конечно, кашмиран. Он такое творит, хотя то унисекс аромат, но это невероятная красота. Но опять же, вернемся к кармине. Сейчас я хочу развеять мифы девочек, которые сравнивают этот аромат с Том Фордом, либо с Кирки. Девочки, вы что? Это два полюса вообще. Это север и юг. Какой Том Форд? Какой Кирки? Во-первых, давайте начнем с Том Форда. И там, и там вишня. И что? Возьмем Мерседес и Москвич. И там, и там колеса. И что? Это одно и то же? Давайте не будем уже... Ну, настолько некомпетентны бывают люди в своих высказываниях. Ну, просто так, взяла, прошла, понюхала. О, похож на Том Форд. Давай я ставлю отзыв. Оставила все. Вы не понимаете, что на ваши отзывы реагирует очень большое количество девушек, которые идут и покупают аромат, потому что, вы сказали, он похож на то-то, то-то. Но это совершенно другое. Том Форд – это Том Форд с Лос Черри. Кармин – это кармин. Это разные ароматы. Здесь невероятная вкусная основа у аромата. Здесь не только вишня. Здесь очень хорошо слышна роза, очень хорошо слышен пион, очень хорошо слышна фиалка, невероятно слышен шафран. Хотя шафран в Бакаре. Почему вы не сравниваете с Бакарой эту кармину? Я не понимаю. Ну, это так, знаете, мое личное мнение было высказано. Наверное, в импульсивном тоне, но это так. Зачем писать отзывы, когда вы не понимаете аромат, когда вы не знаете аромат, когда вы его не носили, вы не прожили с ним ни одного дня? Как вы можете оставлять отзыв, на который основывается очень большое количество девочек? Конечно, потом они будут писать, ой, это не то, что я ожидала. Ну, конечно, не то. Потому что написал непрофессионал отзыв. Вот и все. Ладно, проехали. Это не Том Форд. Это не Лос Черри. Забудьте. Это совершенно другая композиция. Это великолепная, это великолепная фруктовая композиция, которая пахнет прозрачным, вишневым. Я даже не знаю, что это. Вишневое варенье, но без сахара. Это не сладкое, но элемент вишни есть. Она прозрачная. Еще раз говорю, через нее видно, вот как через флакончик. Роза, шафран, кашемировое дерево, ладан. Это все здесь есть. Это невероятная богатая композиция. Это во-первых. Во-вторых, она очень стойкая. Вы вспомните Том Форд в Лос Черри. Там же полчаса и фу, где ты? Где ты? Ау, рупор. А это целый день. Оставили Том Форда. Теперь перейдем к кирке. Тициана Терензи кирке. Что для вас показалось здесь намеком на кирке? Откуда вы берете в комментариях, что аромат похож на кирке? Он рядом не стоял с кирке. Это богатейший фруктовый аромат. Это невероятно элегантная фруктовая композиция с элегантным таким дополнением нот пиона и розы. Это роскошь. Это роскошь. Давайте не будем уже делать какую-то кашу-малашу. С вами была Лана. Я очень рада вводить вас по правильному пути к познанию ароматов. Потому что я эти ароматы ношу. Я с ними каждый день. И я в своих видео выдаю сухой остаток. То, чего вам никогда не будут говорить продавцы в магазинах. Потому что они не носят эти ароматы. Они читают скрипты. Я их ношу. Поэтому я говорю, что этот аромат звучит так. Даже если там нет этих нот, ждите. Они выползут. Они выйдут. Либо так-то, так-то. Поэтому я очень надеюсь на то, что я вношу что-то полезное в ваше восприятие парфюмерии. Очень на это надеюсь. В принципе, это и было главным мотивом всего, что я делаю на своём канале. Это очень красиво. Это очень стойко. Это можно как на утро, так и на вечер. Это можно как на работу, так и на свидание. Как в ресторан, так и на свадьбу. Только будьте аккуратны с дозировкой. Вообще с любым ароматом будьте, пожалуйста, аккуратнее с дозировкой. Особенно, когда у аромата тяжёлые молекулы. Я вам сказала, что у нас в базе. Мира, ладан, кашмиран, амбра. Они априори не могут быть лёгкими. Это тяжёлые молекулы, за счёт которых аромат делается долгосрочным, долговечным, долгоиграющим. Вот когда аромат имеет такую тяжёлую базу, такие молекулы, он не может быть легкомысленным и быстро выветривается. Девочки, хорошего вам дня. Я желаю вам мира, добра, любви. Пусть ваши дети и родители будут живы-здоровы. С вами была Лана. Я желаю вам всего хорошего. Пока-пока. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok